Здравствуйте, с вами Атсана Пушкина. В эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю историю мы назвали «Любовь и тайны в часовом». Вторая серия. Месяц назад к нам в программу обратилась Татьяна Шишкина из «Чусового», что под пельмью. Женщина узнала о том, что ее муж изменяет ей со всем городом. По словам Татьяны, любовницы грозили убить ее и ее детей. Она боялась даже выходить на улицу. Татьяна у нас на программе в прошлый раз решила расстаться с супругом. Однако Сергей продолжает жить с ней под одной крышей и отказывается уходить. Что же скрывает «Чусовой» и что происходит в семье Шишкиных сегодня? Мы постараемся это выяснить. Татьяна вновь у нас в студии. Приветствуем ее. Давно не виделись в России. Просто красавица. Танечка, садись, дорогой. Давай посмотрим, что происходит в вашей семье сейчас. Внимание на экран. Когда мы вышли с аэропорта, то нас ждал автобус. Мы сели. Ее я в автобус этот не пустила. Скажи ей, что ты ее не любишь сейчас. Тогда я тебя оставлю. Скажи, что ты откажешься от ее ребенка. У нас развод окончательный. После программы Шишкины вернулись в родной «Чусовой». Сергей ушел из семьи к любовнице Кристине. Та начала ему звонить, говорить, чтобы он собирал чемодан, чтобы он шел к ней. Потом он к ней ушел жить на пять дней. Но долго терпеть разлуку бывшие супруги не смогли. Буквально через несколько дней Татьяна позвонила Сергею и позвала обратно. В конце концов он пришел, пожил день, опять ушел, потом опять пришел, потом пришел и сказал, нет, я с вами буду, я хочу быть с вами. Но даже после того, как Татьяна и Сергей воссоединились вновь, любовницы по-прежнему угрожают и сживают женщину со свету. После передачи моей дочери выслала вот фотографии, где они в непотребном виде, где они пьяные, обкуренные, сидят в обнимку, на кровати, она его целует. Но, несмотря на все, Татьяна до сих пор не может отпустить своего супруга. Я хочу, чтобы мы жили вместе с ним и с детьми, чтобы у детей был отец. Танечка, ты принимала участие в нашей программе, и, насколько мы все помним, ты настояла на том, чтобы расстаться с Сергеем, да? Ты его отпустила? Я постаралась его отпустить, но что-то вот внутри, как магнит, тянуло, чтобы он был с нами, либо это были дети. Когда он пришел, он тоже сказал, я не могу без вас, я без вас сойду с ума, с ней я жить не смогу, я не уверен, что это мой ребенок. Он решил меня больше не обманывать. Он сказал, давай так, я постараюсь все это прекратить, и если родится ребенок, и он будет мой, то мы с тобой будем помогать этому ребенку, я буду ей другом. И он мне даже предложил, как бы, если он едет к ней, я могу его сопроводить, с ребенком погулять около дома, чтобы только мне было спокойно. Никаких близких отношений, ты думаешь, у них нет? Сейчас нет. Скажи, а вы тогда вышли из студии, и как? Когда мы вышли из студии, Сергей мне сказал, не верь ничему, это ребенок не мой, это все неправда, это все шоу. А скажи, а Кристина как ушла, куда? Она пошла своей дорогой, смотреть я на нее не могла, мне было это очень все неприятно, больно, отвратительно, вот это все поведение грязно, потому что для меня правда, она все равно очень важна. Ехали мы в одном самолете. Рядом? Рядом. Общались? Нет. Единственное, я в аэропорту подошла и сказала ей, как тебе не стыдно разбивать чужую семью, ты знала, что у него дети. А что она тебе ответила? Как я от вас всех устала, как вы мне все надоели. Оставьте меня в покое. Танечка, приехали туда, к себе, и дальше ты с ней не пыталась поговорить? Я с ней вообще потом больше не пыталась поговорить, потому что Сергей стал чувствовать себя плохо, его стала мучить совесть. Это самое страшное наказание, когда человек раскаивается. Он начал, у него начались сердечные приступы. Господь Бог, Господь Бог, я подошла к иконик святой и сказала, Господи, если я виновата, если я в чем-то виновата, дай мне знак, если он виноват, дай знак. А моя дочь, видя мое состояние дома, крайне тяжелое. Я сейчас на транквилизаторах нахожусь, я пью успокоительное, чтобы себя держать в руках. Вот, ради этого барбарисика моего, которого я его люблю. Понимаете? Что дочь, Танечка, что дочь? И дочь мне сказала, мам, я так испугалась, что вдруг тебя не будет, плевать мне на отца. Есть он или нет. Ты знаешь, я тоже вышла в огород и молилась Богу. Я говорю, что ты, дочка, сказала? Она сказала, да пусть Господь Бог ему ноги вырвет. Вранье. И, Таня, ну это неправильно, понимаешь, да? Стоп, стоп, я говорю. Далее, далее. Через день он мне звонит и говорит, Таня, я поранил ногу. Я говорю, что случилось при Ходье? Ну, мы встретились, поехали за ребенком в садик, приехали, естественно, в медицине я понимаю хорошо, мама врач, я сразу сказала, это перелом. Хорошо, один момент. Ты мне всю правду сегодня говоришь? Да. Точно? Нет, мама. А вот смотри, у меня есть, например, информация о том, что ты все-таки с Кристиной встречалась, что вы поговорили так хорошо, что она у нас загремела в больницу. Причем ты встречалась вместе со своей мамой. Если это тронгализаторы, я прощаю тебя, вернись обратно в память и вспомни эту встречу. Да, давай. Значит, встречи не было. Был разговор по телефону. По телефону. Она звонила целый день, раз в 5-6 он при мне разговаривал. Говорили они вот об этих отношениях. Мне настолько было неприятно, что я потом просто вырвала телефон и сказала, хватит разговаривать при мне и решать эти проблемы при мне. Хватит. Я говорю, прекрати это все. Она начала играть. Она снова выслала на сайт моей дочери вот эти штук 20 непотребных фотографий. И Юля не сказала мне об этом. Не сказала, чтобы только не ранить меня больше, чтобы я не умерла. Хорошо, Танечка, а вот что нам рассказала любовница Сергея Кристина после того, как встретилась с женой Сергея Татьяна в нашей студии. Внимание на экран. Таня создает от твоего имени анкету в интернете и общается. И говорит, дает номер телефона свой. И общается от твоего имени, от моего имени, только номер телефона свой дает. С его начала телефон написать. Я ничего молчу, не отвечаю. И потом опять начала со своего. Его мне три раза позвонила всякое-всякое, мне проклятие опять. Она меня неделю долбает, неделю. Это шишки, м***ь. Вся семья, у меня вообще все из головы. Но они не бить начали, они ругаться начали. Вот что он уходит, то все. И еще раз, говорю, придешь, я возьму ребенок. Я не соседей уже в курсе, что ты приходила, второго. Вламывала. И все. И тогда, говорю, вон, другом месте разговариваю. Ребята, свинина ехала со мной в этот, во втом зиме, всякая-всякая х***а. И еще так тихонечко и говорит, ты поняла, у меня все врачи знакомы. Я здесь все равно сдохнет он у тебя. Тань, Лукавич, ты с ней общалась все-таки? По телефону. Или она лжет, что ты приходила? Я к ней не приходила. Приходила я один раз еще до передачи. Хорошо. А то, что ты ее добиваешь звонками, вот она сейчас сказала, ты ее добиваешь звонками? Я ее не добиваю звонками. Звонок, когда был мужу на телефон, два раза я говорила, оставь нас в покое. Единственное, я сказала, я тебя не вижу. Да, это было. Я говорю, я тебя просто уже ненавижу. Хорошо. Мы, конечно же, после программы, да, держали, как тебе и обещали, и всем телезрителям, и вам руку на пульсе. И, в общем, мы знаем все, что с тобой происходило. Давайте посмотрим на экран. Чего она туда поехала? Кто ей там что поможет? Или его изменят, или другого дадут? Сами бы разобрались там. Ну, если он бабник, его как? Отпусти его тогда, и пусть он идет. Зачем это было ссоры из льзбы, как говорится, выносить? Зачем это нужно, что она себя показывает? Она между собой разбирается, в своей семье, она никак не выносит. Чтобы это вся страна знала, и из город, и знает. Что-то на всю Россию показывает, как мы рассмотрим сейчас, за кого это... Думаю, что мы делаем, да, ведь? Думаю, поругались, разругались, все, я пошел нахуй, все, покопал туда, все, да, все семейно, все семейно, я так думаю. И в Чусовом осуждали Татьяну, и нам письма приходили на программу. И, в общем, Таня, которая вынесла это все на экран, она, в общем, стала притчей во языцах. Так, Танюш? Осуждали. Очень сильно осуждали. А как начальство твое на работе отнеслось к участию в программе? На работе ситуация очень тяжелая. Не хотелось бы, конечно, говорить, это опять на экране покажут. Я тяжело это переживала. Значит, учителя со мной не разговаривают. Многие не здороваются, игнорируют. Не то, что не разговаривают, они игнорируют меня. За спиной я чувствую разговоры. А прям такие все святые, да, женщины у вас? Жить в Чусовом и работать в школе я тоже уже больше у меня силы нет. И то есть, Танечка, ты готова вообще поменять свою жизнь? То есть на это у тебя силы есть? Я молю Бога о том, чтобы свершилось что-то, чтобы круто поменялась моя жизнь. Но для этого надо закрыть ту дверочку. Понимаешь? И его отпустить еще мне, я не знаю, как это. Хорошо, в прошлый раз, Танечка, ты нас просила, чтобы мы тебе жениха нашли. Ты готова? Да ладно! Ты готова к этому? Или как? Так, она готова. Точно готова? Почему я? Женщина готова и ждет. Мы тебя поняли. Чтобы наконец-то разобраться во всей этой истории, я хочу пригласить главного виновника торжества, нашего Дон-Жуана Чусового Сергея. Сережа, давно не виделись. Что случилось? Это после программы, видимо, кто-то из родственников, Татьяна или Кристина, признавайся. Так получилось. Так получилось. Как? Что случилось-то? Ну, давайте с нами посидим. Сережа, как получилось, что с ногой? На работе или как? Нет, дома. С работы пришел, посадил жену за руль, выезжая из гаража. Ну, резко так выехал. Я тут снег убирал. И? Что не поняла. Он что, сбил? Таня, ты его специально сбила? Заднюю дала. Или случайно? Случайно. Сережа, а песня «Я на тебе как на войне» – это не про вас? Сейчас неделю нельзя. Счастье. Скажи, пожалуйста, Сереж, как складываются отношения вот у тебя с Таней? Насколько я поняла, что вы решили остаться вместе. Ну, после передачи, взвесил все как бы. С Кристиной был разговор. Жертв нет, слава богу. Все обошлось. Ну, остались друзьями. Сереж, ну, общаешься с ней, да? Общаюсь, да. Созваниваетесь или видитесь? Ты к ней ходишь, навещаешь ее? Ну, один раз вот приезжал. Сереж, что, кушал плохо сегодня, очень плохо слышно. Говори погромче, пожалуйста. Погромче, да. Скажи мне, пожалуйста, а до сих пор ты думаешь, что это ребенок? Представляете, какая нагрузка. Всех эмоционально по бабам бегать. Подождите, дайте я сейчас спрашиваю. Ты до сих пор считаешь, что ребенок не твой? Я отрицаю, что он не твой. И будешь помогать Кристине, но никаких отношений близких у тебя с ней не будет? Обязательно буду помогать. Ну, будем, скорее всего, друзьями, потому что она односерно не останется. Хорошо, Сереж, а скажи, а если все-таки найдется принц на белом коне и Таня ускачет с ним сегодня из этой студии, ну, образно говоря, жалеть будешь об этом? Он в это не верит. Ты нет, он знаком с кумылочкой, он думает, что никогда она не найдет никого. Ну, если вот найдет, допустишь... Нет, он готовится к рыцарскому турниру, появится он, родится, конечно. У него уже сил нет, он обессилен. К какому рыцарскому турниру? Сереж, нет, ну, одно дело, на лошади он прискачет, увезет, а там надо что-то делать, уметь в своем доме помогать. Ну, наверное, Таня уже после того, как она пожила с тобой, она уже все вопросы задаст от и до и поймет рыцарен или принц и так далее. Ты ее отпустишь? Вопрос конкретный. Так она, они все равно не смогут без меня. К нам в студию приехала мама Татьяна и Людмила Григорьевна. Встречаем ее. Это с кем это вы приехали, Людмила Григорьевна? Садитесь, присаживайтесь. Приехала я со своими внучатами. Вот сюда, сюда, сюда. Хорошо, внучата, садимся. Солнышко ты мое ненаглядное. Видишь? Они без отца растут. Бросил их папаша. А бабушка, которая Лариса Стеценко, говорит, зверята, а ты знаешь, что это твой крестник? Этот у меня поет, соловушка, на флейте играет. Этот у меня спортсмен, самбист, плавает. Юлечка твоя на пианино играет. Ты без отца рос. Хорошо тебе было без папы? Плохо? А с чужим папой как было? Бабушка Лариса не думает о детях? А твоя мама исплакалась вся. Ты же знаешь, она на группе. Давление у нее на каждый день звонит. Мучается, как мой Сережа. Держите его. Помогите ему. Солнышко. Вот такое. Людмила, скажите мне, пожалуйста, если Татьяна устроит свою жизнь с другим мужчиной, Ну вдруг так получится. Вы будете против? Вы будете дальше за сохранение семьи, дети? Знаете, говорят, конечно, что дети вырастут, у нее своя жизнь нет. Родной папочка. Он лишь по пупке шлепнет. Это папочка. Людочка, хотите я вам скажу? Дети вырастут и уйдут в свою жизнь. А с кем старость, вот это надо думать. Это я уже вам тоже говорю. С двух сторон прошедшая через эти ситуации. Потому что моя мама бы мучилась до сих пор, понимаете? Но она устроила, смогла устроить свою личную жизнь. Приехал принц на белом коне. Однажды. Сидела вот в таком же состоянии. Точно так же, как и я. Поэтому про детей надо думать. Но все-таки надо думать и о своем счастье. Посмотрите, она сегодня хорошо выглядит. Как-то что-то прямо вот вдохнуло в тебя. Понимаешь, ты хочешь новой жизни. Я это чувствую. Сереж, скажи мне, пожалуйста, ты до сих пор изменяешь своей жене? Не, ну не с Кристиной, а с кем-то еще. Нет. То есть после нашей программы ты перестал изменять Татьяне? Но я хочу, хотел бы все равно сказать. Вот, когда я познакомился с Кристиной, она в меня поверила. Тут моя вина. И то есть вот я хочу перед ней тоже извиниться, перед Кристиной. Я очень перед ней виноват. Сережа, скажи, пожалуйста. Сергей, Сергей, а какая эта идея? Будете ли вы делать с Кристиной ДНК-тест? То есть будете ли вы уговаривать ее сделать генетический анализ? Или поверите на слово? Для того, чтобы определить, ваш ребенок или нет? Я думаю, не стоит. Или это вам кто-то навязывает? Я думаю, не стоит. Да подождите, вам придется нести ответственность за его ребенка всю свою жизнь. А вашей жене еще тащить дополнительные финансовые расходы, извините, опять же, имиджевые потери. У моего мужика еще вот вторая семья и ребенок. Просто я знаю Кристину, и мы на эту тему разговаривали, и мы знаем, что и как будет. И захочет ли она меня вообще, от меня какой-то помощи, и захочет ли она вообще меня видит, вот об этом должен разговор. Вы думаете следующее, что все-таки вы в нее влюблены? Да, вот мне тоже так кажется. Вот вы понимаете, вот оно сквозит, вот красные линии, вы все время говорите о том, что вот как захочет она. Вы забыли, как хорошо сказано, Барбарисик. Это же ваше отражение, вы посмотрите. Вы про этого Барбарисика забыли, а вы говорите о Кристине. О чем? Вы влюблены в нее? Нет, был инцидент. Нет, я вам задаю прямой вопрос. Вы в Кристину влюблены? Это было. Вы все время уходите от ответа. Вам задается прямой вопрос. Вы влюблены в нее? Сережа, Сережа, ты влюблен в Кристину? Нет. Ответ, ответ. Я хочу сказать, вот мы не смотрим через определенный ракурс. В нашей стране сейчас большой дефицит нормальных мужиков, товарищи женщины. Да. Вот он. Отсюда вся кутерьма. Саша, такой дефицит и теперь все дозволены? Нет, это обратная сторона Луны. Извини, я сейчас это говорю. Дело в том, что когда женщины видят и чуют нормального мужчину, правильного мужчину, который, эх, я правильно говорю? Самец, нет. Это всегда, всегда приводит к излишнему вниманию к его персоне. Конечно, он дал, расслабился, наломал там кучу ошибок. Понятно, семья. Но понимаете, дело в чем? Не за это надо винить. И не надо его сильно прессовать, потому что он от этого только закрывается. Понимаете, какая штука? Нет, только давайте определить, что такое в стране нормальный мужчина. Это мужчина-самец или это мужчина, который говорит для себя ответственность, дети, семья, государство? Это человек-понятие определиться. Ну какое государство? Если это понятие, нет, 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 нет. Это ненормально. Какое государство? На ошибку может претендовать любой в этой жизни. Правильно. Но нужно признать, что такое нормальный и что такое ошибка. Вот он пусть разберется в себе, где ошибка, где нормальная. А скажите, что вы хотели сказать? Секундочку. Я хочу сказать, что глубже причина, чем взаимоотношения двоих, что-то потянуло его к той женщине. Значит, какая-то, может быть, вина и ваша. Может быть, ему там теплее. Может быть, его там больше вынимаются, чем в родной семье. Зацепила она его чем-то? Зацепила. Чем-то зацепила. Но это и есть по-вашему праздник, значит. Что-то либо постель. Говорить его не сон. Понятно, спасибо. Либо быть. Как-то надо немножко, может быть, как-то я посмотрела, как-то не очень уютно у вас. Может быть, в этом какая-то причина кроется. Оксана, вы знаете, я хочу сказать, что женщина абсолютно права. Да, потому что основа любого брака – это отношения между мужчиной и женщиной. И дети здесь ни при чем. Потому что ни одного мужчину наличием детей не удержать нельзя. Правильно. Поэтому, если вы найдете некий консенсус в своих личных отношениях прежде всего, не будет он никуда бегать. У нас развод окончательный. После программы Сергей ушел из семьи к любовнице Кристине. Та начала ему звонить, говорить, чтобы он собирал чемодан, чтобы он шел к ней. Любовницы по-прежнему угрожают и сживают женщину со свету. Выслала вот фотографии, где они в непотребном виде, где они пьяные. Она его целует. Но, несмотря на все, Татьяна до сих пор не может отпустить своего супруга. Я хочу, чтобы мы жили вместе с ним и с детьми, чтобы у детей был отец. К нам в студию приехала Юля, дочь. Татьяна Сергеевна, приветствую. Скажи мне, пожалуйста, ты приехала, да? Мама рассказала, в каком ты была состоянии. Ты видела, в каком мама? Почему ты вдруг в сердцах попросила, чтобы Бог выдрал... Господи, прости, ноги папе. Я видела, как мать страдает, мне очень жалко ее было. Тяжело вот смотреть, когда она постоянно дома ревет. Когда она прямо вся в слезах. Тяжело уже смотреть. Юля, ты понимаешь теперь, что нельзя посылать туда никаких пожеланий зверских? Понимаешь? Это все, не дай бог, все возвращается. Ни в коем случае. Хорошо, а вот я сегодня спрашивала уже твою маму, готова ли она начать новую жизнь без папы. Тебе как кажется? Нет, она не сможет. Не сможет? Нет. Ну а вдруг появится мужчина, который захочет ей сделать предложение, вообще какую-то новую жизнь ей предложить. Она его очень сильно любит. И она потянет за собой папу в эту жизнь? Татьяна, Татьяна, а вы хотели бы устроить свою дальнейшую жизнь для того, чтобы отомстить Сереже и поставить его на свое место? Или вы просто хотите устроить свою жизнь? Вы знаете что? Или ему насолить? Я потеряла гармонию души. Я перестала варить вкусные обеды. Конечно, пропал вкус в жизни вообще. Я через силу веду уроки. Раньше для меня урок это вдохновение. Сейчас время черепакой ползет. Работать не могу. Едим одни макароны, которые надоели. Не хочу я варить. А, то есть просто... Нет гармонии в душе, потому что я вижу... Если вы не хотите готовить обед... Да такая женщина... Смотрите, сколько уроки от нее. Нет, ну руки от нее. Макароны. Вы о чем? Характерный мужчина. Подождите, мне кажется, это какие-то, знаете, такие векторы отношений. Вот есть такой тип брака, называется с тобой и без тебя. Это брак, который иссушает, он убивает, он... И в то же время, понимаете, вот люди друг без друга не могут. Да. И все... Не друг без друга, а она без него не может. Нет, нет. Она пообещала здесь. Они друг без друга не могут, Наташа. Вот я на прошлой программе была. Она пообещала, обманула. Она не обманула. Он бы приполз, прости меня, через пять дней. Он бы позвонил, он пожалел, он добрый, хороший мужчина. Понимаешь, они без друга не могут. Мы прошлись по улицам Чусового и провели опрос женщин. Узнав, действительно ли Сергей тот, за которого стоит бороться. Все внимание на экран. Вроде мужчина интересный. Я не знаю, я плохо вижу. Интересный мужчина, да? Обаяние есть? То есть неплохой? Ну, неплохой. Если бы вы видели вот этого мужчину, вы бы обратили на него внимание? Непременно. Сразу же. Красивый. Не уговорю, я не так вижу. Если бы вы видели вот этого мужчину, обратили бы внимание? Да нет. Мне понравилось. А почему? Надо, чтобы был спортивный молодой человек. Вот. Физически развитый. Не бойтесь, Паши. Совсем. Ну, а в принципе, красивый, некрасивый? Ну, не страшный, нормальный. Импозантный? Нет. Простой мужик. Сережа, не всем, Танечка, ваш Сергей, это нравится, вы видите? Поэтому, в принципе, можете успокоиться. Его никто не собирается отбирать. А по Москве бы показали, так вообще б не было желающих. Женщины думали только об одном, когда смотрели фотографии. Да, да, абсолютно верно. Об одном все думали, это правда. Вообще, Фрейд, товарищ Зигмунд, рыдает сейчас от этой ситуации. Круглосуточно, между прочим. А вот мне кажется, фотографии показали бы. Объясни, что ты имеешь в виду. Я сейчас скажу, дело в том, что, понимаете, вокруг активного мужчины, нормального, он, ну, понятно, выпивает. А кто, что в стране, не пьют, что ли, у нас? Давайте говорить правду. Пьянство, это, ну, все поглощающее хобби, по-моему. Особенно там. И, понимаете, какая штука? Вот Сергей, он притягивает своей естественностью, что у него ярко выраженная мужская природа. И он нормальный. Но он даст стакан, и он выключает волю, выключает... Он добрый. Все, понимаете? Он добрый, нормальный парень. Отказать не может, а женщины его любят. Если бы он не пил, да он бы, наверное, и Кристиной бы не познакомился. Бухать не надо, товарищ дорогой. У нас в студии еще одна подруга. Сергей Маринович, приветствую. Марин, вы знаете Кристину, подругу Сергея? Конечно, очень хорошо знаю. Очень прекрасно. И знаете, в каких отношениях, да, он с ней состоит? В каких отношениях? Со слов Татьяны я знаю. Со слов Татьяны. Насколько я знаю, что все-таки вы подруга Сергея, а не Татьяна. Я его не подруга, как я его могу подруговать? То есть вы подруга все-таки Татьяны. Расскажите, а как вы познакомились с Сергеем? Ну как познакомились? Стоял у подъезда, пришел с другом, прошел, подвыпивший. Сели, разговаривали. Я его только визуально знаю. Я его не знаю вообще, если честно. А как вы дружите давно? Ну мы с Мариной общаемся по телефону. Вот она знает мою ситуацию. А как вы-то познакомились с ней? С Мариной? А познакомились мы через Сережу, я бы с ним познакомилась. То есть все-таки Сережа... Подождите, значит у вас тоже были отношения? Нет. Вы неправильно. У меня ребенок, мне порекомендовали ее как хорошего учителя. Просто. Я позвонила, и она с моим ребенком... А кто порекомендовал? Ну это у меня хорошие знакомые, как бы я тут... Значит вы позвонили Татьяне? Да. Хорошо. Но Таня мне сейчас сказала, что она познакомилась с вами через Сергея. Я не знаю, почему она сказала, я не... Таня, это транквилизаторы опять, или что? Расскажите нам всю правду. Или вы просто не помните? Расскажите нам, пожалуйста, всю правду. Таня, ну уже вся страна, честно говоря, наблюдает и действительно беспокоится за тебя и за вашу семью. То есть либо правду, либо ничего, Таня. Давайте я скажу. Давайте, говорите. Только громче, пожалуйста. Наконец, только громко. Слово нормального мужчины. Наконец, часовая, а Санта-Барбара. Да, да, да. Да, Санта-Барбара. Сейчас давайте чуть-чуть помолчим. Ничего здесь такого нету криминального. Просто Марина... Да, у меня есть друг, с которым мы работаем. Они живут вместе, ну вместе рядом. Она... У нее такая работа. В парфюмерии она торгует. Вот такой есть у меня друг Леха, вместе работаем. Вот как-то мы пересеклись вот в этом плане. Я... В этом плане... Под шофе были, да. Вот она мне порекомендовала вот это. Я в этом не разбираюсь, ничем. Вот. Почему-то ты, Сережа, покупал подарочек? Зачем? Себе. Себе. А так я в этом не разбираюсь. Она мне проконсультировалась. Вот через Лешу вот так познакомились. У вас отношения были? Нет, потом... Близкие отношения были? Заводнивались. Что? Телефон обнаружила у меня Таня. Таня. И пошла ревность, кто такая, чего, и выяснилось все-таки. Хорошо. Нет, подождите секундочку, давайте разберемся. Таня, открой нам правду. Были отношения у Марины с Сергеем или нет? Таня смотрит на мужа. Откуда она? Я думаю, здесь отношений не было. Здесь, вот как он сказал, это парфюмерия была. Я заподозрила Марину. С ней мы очень долго, ну, и ссорились, и мирились, и грубились. И в конце концов, вот, сдружились. И Марина мне советы дает. И с ребенком там я ей помогала в педагогике. Вот. Вот здесь так. Сереж, скажи мне честно, это тоже одна из твоих любовниц или нет? Нет, чисто вот такая вот. У нас давно была такая. Не дружу, просто так знакомство было. Сережа, вы лучше говорите правду. А то вдруг сейчас выяснится, что и Марина на шестом месяце беременности. Представляете, что будет? Я уверен, это невозможно. Он уверен, потому что ничего не было. А наконец-то путем, да, улыбка. Да, это Санта-Барбара действительно не часовой. Мы сейчас договорились, и Танечка его вторую ножку сломает. Нет, вообще это не ничего веселого. Да, и не соль. Нет ничего веселого, это очень все грустно. И грустно. Мне, опять же, вот жалко ребенка, потому что то, что происходит в семье, это катастрофа. Жить не в этом. Каждый день скандалы. А кто на кого кричит, расскажи нам. Она постоянно говорит про эту Кристину, мне это вообще надоело. В самолете летим, Кристина, 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 Кристина. Чей ребенок, чей ребенок? Ну что, сколько можно? А уехать, мама, успокойся. А подняться уехать еще салой? И в арену все. Я и говорила. Вместе с Селедой? Ну, они слышат. А куда она поедет? В Шаме. В школу везде есть. Оксана, а знаете, складывается впечатление, что на самом деле она не мужа любит. Мне кажется, она просто соперницу не любит. Вот до такой степени бывает, иногда переклинивает. Нет, нет, нельзя. Вот есть такое. Смотрите, нельзя про педагогов так говорить, ни в коем случае. Вы посмотрите, у нее лицо интеллектуальное, в отличие от Кристины. А сейчас я хочу пригласить в студию еще одну подругу Татьяну, Наталью, у которой схожая история. Встречаем Наталью. Так, как вы познакомились? Сначала мы познакомились в спортзале. В спортзале? Да, и дружим полгода. Какая молодец. Ты еще и спортом у нас занимаешься. Я хожу на шейпинге, оплавываю в бассейне. Это после программы нашей? Нет, давно уже. До этого, да? Еще вот Юля маленькая была. Что ж ты не ценишь-то? Комсомолка, спортсменка. Ну, куда же ты бегаешь-то от нее? Да не дай бог с ней жить, вы что? Да ты что, а почему? Другой что, лживая женщина. Ну, Саша, ну почему это? Вот это неинтересно. Ну, я вот все, что слышу, я слышу только какие-то недоговоренности, какие-то ситуации, которые создают вот для этого мужчину, которому я искренне вообще сочувствую, потому что его просто поставили в тиски с одной, с другой, с третьей стороны. Ему жизни не дают, понимаете? Сколько можно сопли жевать и ныть, понимаете? Она сама ему позволила! Хорошо, я согласна вот с этим утверждением. Сколько можно Таня жевать сопли, это грубо, но это очень... Мама ей говорит, а ребенок ей говорит, замолчи уже с этой Кристиной, задолбала уже Кристина. Понимаешь, поэтому надо, конечно, эту Кристину действительно забыть и начинать свою новую жизнь, это очевидно совершенно. Ну, как же она... Хорошо, мы отвлеклись, короче, шейпинг, да, да. Наташа, вы тоже, да, разошлись со своим мужем? Да. И вы тоже из часового? Да, я пережила развод, но я нашла в себе силы отойти от этого человека, потому что... А как долго, вот сколько вам потребовалось сил и по какой причине вы развелись? Ну, в течение года я, в общем-то, да. А причина развода, измена? Нет, не измена. Мы жили очень благополучно, ну, просто непонимание какое-то, неуважение ни ко мне, у меня, вероятно, к нему тоже не было. Вам муж изменял, как вы думаете? Он мне не изменял, когда мы были в браке. Как только у нас произошел развод, он, чтобы мне как-то отомстить или насолить, я не знаю, каким образом... Нет, ну, он свободный человек после развода? Нет, но мы были в отношениях, я развод оформила, чтобы купить квартиру, а не потому что я очень хотела развода как таковую. То есть развелись вы так, как бы, эффективно, и он сразу пошел налево, да? Ну, не сразу, конечно, он ходил ко мне как-то, говорил, давай там что-то, что-то как-то помиримся, будем жить вместе и так далее. Детей не нагулял? Ну, раз ты со мной жить не хочешь, я буду жить с новой женой. А вы действительно не хотите после того, когда... Сейчас я не хочу уже точно, я еще как-то была в сомнениях в течение года, там, не без помощи всего. Вот, Тань, вот у тебя пример, действительно, уходя, я тебе сказала, закрывай дверь, пока там сквозняк, ничего не будет. Понимаешь? Хорошо. Он с Татьяном. После выхода в эфир нашей прошлой программы, с твоим участием, к нам в редакцию звонило много мужчин, которые хотели с вами познакомиться. Финит Месси. Один из них у нас сегодня в студии. Виталий, встречаем! Виталий, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, очень хорошо что-то еще. Здравствуйте. Я смотрел вашу передачу, вы мне очень понравились. Мы очень приятно. Оставим контактные телефоны. Обязательно. Я подумала, что потерялась в этой жизни. Присаживайтесь, присаживайтесь. Присаживайтесь, рядом присаживайтесь. Так, короче говоря, вы хотели познакомиться, Виталий? Во-первых, молодец! Вот, кого надо брать в музыки. К примеру. Во-первых, вы очень хорошо смотритесь. Поработаю с Вахой. Вы очень хорошо смотритесь, правда. Таня, куда ты смотришь? А Таня смотрит на маму. На маму в ужасе просто. Таня, расслабься, расслабься. Вы поговорите. Вы хотите, и мы отвернемся. Танечка, неожиданность для тебя? Полная неожиданность. Виталий, почему вам понравилась Татьяна, вот действительно? Вы ее видели в программе. Очень красивая женщина. Ранимая. Умная. Характер очень хороший. Характер хороший, да, вам показалось? Сашечка, вот так вот. Характер хороший. Хороший, хороший. Так что нормально. Скажите, Виталий, а вы были в браке уже? Да. А сколько лет вы прожили в браке? Пять. Пять лет. А дети есть? Есть. А почему расстались? Ну так, в жизни получилось. Ну, то есть измены или просто не нашли точек соприкосновения и возможности продолжать? Измены. Измены с ее стороны? Да. Значит, Виталий, расскажите, где вы живете? В Кашине. Город такой есть. Это как далеко от Москвы? Три часа на автобусе. Три часа на автобусе. То есть вы готовы Таню перевезти, ребенок, ты слушаешь, дай внимательно, готовы перевезти Таню с детьми туда к себе? Что у вас там за условия? Как вам сказать, я сам из деревни. Условий там нет никаких, честно. То есть деревенский дом? Деревенский дом. Да, деревенский дом. Нет, а вот куда вы Таню хотите привезти? Вот в этот деревенский дом? Не знаю, но это надо подумать. А дети вас не пугают? Нет. Я детей очень люблю. То есть вы готовы принять Таню с детьми? Да. Слушайте, таких сегодня уже не бывает. Людмила, в прошлой программе вы были все-таки против отношений дочери с Сергеем, да? Сейчас мы нашли, на мой взгляд, достойного мужчину. Вы чем-то недовольны? Знаете что? Ну дети. Дети-то его любят. А вот теперь, минуточку внимания, Юленька. Ты у нас самый, как Саша правильно говорит, правый человек. Я вот тоже хочу. Как ты относишься вот к таким переменам в маминой жизни? Ну, конечно, сначала будет тяжело, да, я это понимаю. Вот мама говорит, все, Юленька, я решаю все-таки попробовать, да? И давай поедем. Как ты? Ты остаешься с папой или ты поедешь со мной? Решай, что ты маме скажешь. Или переезжаешь с мамой и с папой. Третий вариант. У нее задача, чтобы у мамы был моральный климат хороший. Мама не скандалила дома, чтобы не меньше скандала. И Ваня тоже. Вот и все. То есть ты готова ради этого переехать сюда. А ты поедешь и я сам. Молодец. Так что... А у меня вопрос к Юле. Юль, скажи, пожалуйста, а ты вот, Виталия, видишь, первый раз, что ты должна ему сказать, предупредить об отношениях с мамой? Вот что главное нужно сказать тебе? Хороший вопрос. Юль, вот что ты можешь сказать Виталию? Плюсы, минусы. Вот действительно человек, ему понравилась эта женщина на экране. Эта женщина. Сладкая женщина. Подскажи ему, что нужно главное знать. Скажи мне, что ты должна ему сказать? Предупредить о чем? Главное, чтобы была любовь. Вот! Сереж, скажи мне, пожалуйста, вот уведут сегодня у тебя из подноса жену. Ты вот сейчас, кстати говоря, в ее шкуре так находишься. Ты вообще веришь в то, что могут начаться отношения у Виталия и твоей жены? Почему, Сереж? А вы посмотрите, как жена смотрит на него. Да, я вот это прощаю. Она еще даже не беременна, в отличок Кристины. Что вы там уже дома жениха есть? Там не те шкуры, не те шкуры. Она ему говорит, делай что-нибудь, а он сидит и молчит. Да конечно, он любит крестиво, отстаньте войти. Хорошо, девочки, девочки, мальчики, Таня у нас попросила жениха. Я вас умоляю, говорила она мне. Мы сделали эту встречу. Танечка, почему ты так думаешь? Почему ты так уверен в себе? Скажи мне. Ну, знаю точно, она не сможет ни с кем жить, кроме меня. Вот так вот. Почему? Завидуйте, девчоночки. Почему ты в этом уверен? Она знает, как обупнила меня, что дети, они все равно, ну, может такой вариант, может там переехать, пожить, но это ненадолго. А откуда ты знаешь? Потому что она знает мою к ним любовь, а детей любовь ко мне. Вот, Таня, мне все-таки кажется, вот он так самоуверен в себе. У меня такое ощущение, что вот как бы он так думает, что ты никому не можешь понравиться. И вообще это какая-то случайность. А если не подстава, понимаешь? Наверняка думать, конечно, подстава. Нет, любоваться ты хоть ты можешь. Насчет этого я могу сказать, это никакая не подстава. Я действительно смотрел телевизор, увидел. Мне она подразумевала. Два дня мучился. Два дня мучился. Потом пошел, залез в интернет, нашел эту передачу и позвонил. И пересмотрел, и позвонил. Вот мне Виталий нравится. Мне тоже. Мне нравится, мне тоже. Нам всем нравится. Танечка, что ты на него смотришь? Вы очень хорошо смотритесь рядом. Виталий, вы сегодня понравитесь? Вы знаете, что Виталий... Я буду писать вам письма и выберите свою женщину. А это оставьте Сергею. Сейчас, секундочку. Не надо, не оставляй. Послушайте сюда. Вы знаете, что Виталий вообще... Виталия сегодня не отпускали с работы. Он пожертвовал своей работой, между прочим, чтобы прийти к нам и, наконец, познакомиться с Татьяной. Я не знаю, я бы что-то верю в эту историю. И я тоже верю. И я тоже верю. У нас развод окончательный. После программы Сергей ушел из семьи к любовнице Кристине. Та начала ему звонить, говорить, чтобы он собирал чемодан, чтобы он шел к ней. Любовницы по-прежнему угрожают и сживают женщину со свету. Она выслала фотографии, где они в непотребном виде, где они пьяные. Она его целует. Но, несмотря на все, Татьяна до сих пор не может отпустить своего супруга. Я хочу, чтобы мы жили вместе с ним и с детьми, чтобы у детей был отец. Таня, Виталий тебе нравится? Пусть начинает новую жизнь. Сейчас, секундочку, я спрашиваю. Что у тебя сейчас на душе? Что ты такая растерянная? Мне сейчас на душе очень сильно больно. Почему? Больно, потому что вот Сергей сидит. Нет, просто панацея. Это только я. Панацея, это я. Ух ты, какой. Подождите, девочки, дайте, пожалуйста, дальше, дальше. Что у Сергея, с одной стороны, Кристина с животом. Да нет, что у Кристина, уже все кончилось. С другой, мы обуза, вроде как бы уйти нельзя. А я вообще чувствую себя абсолютно ненужной никому. Ну как же, вот же. Приехал человек. Но это только первое знакомство. Это надо чувствовать, это надо время. Хорошо, вот смотри, хотя бы внешне тебе человек понравился? Да, внешне приятный человек, ничего плохого нету. Тебе нужно общение, нужно пообщаться с Виталиком. Попробуйте. Хорошо, при нас это очень сложно, наверное, делать. Вам нужно остаться наедине. Да. Хорошо, после съемки этой программы мы обязательно организуем вам свидание, и вы останетесь наедине. А не останутся, Сереженька, наедине. Хорошо. Хорошо, а сейчас мы подходим к финалу нашей программы. Значит так. Нет, в ресторане... Сергей и Татьяна, можете подойти сюда? Сереж, ты помнишь, у тебя есть минута для того, чтобы все-таки ты еще раз убедил Таню, что необходимо вам жить семьей, или в конце концов отпусти ее в новую жизнь? Передача, вот это уже вторая передача, я думаю, расставил точки над «и». То есть большой плюс и большое спасибо этой передаче, так? Это я от сердца говорю. Раскрыло во мне все сомнения, ну и что-то я осознал и открылся искренне. Может быть большой минус вашей передачи, если вот с товарищем с этим они соединятся, и она сломает себе жизнь. Ты считаешь? Я считаю так. А теперь к Тане непосредственно обратись. Ты отпускаешь ее или нет? А куда ее отпускаю? Куда? Ну вот обратись к Тане, дорогая моя любимая жена. То есть дать добро? Я хочу, чтобы ты осталась со мной, или я тебе даю добро, давай попробуй, ну и так далее по тексту. Да, потому что она живет со мной нормально. Вот ты ей скажи, Сереж, ты умеешь говорить? Я сам ее и вылечу. Еще раз. Будет она со мной, я сам ее вылечу. Она об этом знает прекрасно. То есть ты ее не отпускаешь? Конечно нет. Ты к Тане можешь обратиться к жене? Вот она на тебя смотрит. Секундочку. Так ждет здесь. Верю. Так ждет прямо. Ну если хочешь, попробуй. Нет, Сережа, ты первые слова сказал, я тебя услышала. Но я не хочу, чтобы эта Кристина стояла между нами. Ну, я все сказал. Зал слышал. Ты остаешься с Сергеем, либо ты выбираешь новую жизнь, предположим, с Виталием. Мне очень страшно вступать в новую жизнь, если он мне хочет помочь. Это всегда очень страшно. Дай Бог, дай Бог, что это ей повезло. Но очень страшно, если она потом пойдет, ошибется. Данечка, послушай себя внимательно. У меня сейчас сердце молчит. У тебя какие сомнения понять не могут? У меня сомнения в тебе то, что ты хочешь пойти жить к Кристине. Ты боишься, что я туда пойду? Сто процентов пойдет. Не хочешь она от него уходить? Давайте уже скажет, нет, разойдемся. Чего она всем нам голову морочит? Я, честно говоря, сюда на передачу ехал, ты забыла? Я сюда ехал. Чтобы помочь тебе, я мог в число не ехать. Еле-еле уговорили меня ехать. Родить и я поехал, чтобы ты начала что-то новое для себя. Чтобы ты не замыкалась, а что-то новое, пришло вдохновение какое-то, творческое. У тебя получится, талант есть. А ты молчишь. Хорошо. Я, честно говоря, уже не хочу в этом больше разбираться. Сережа, Таня, я очень вас полюбила за эти две программы. Я предлагаю следующее. Мне кажется, Татьяне действительно нужно время, чтобы подумать, во всяком случае, пообщаться с Виталием. И войти в эту новую жизнь. А мы будем наблюдать за ходом событий жизни Татьяны и ее детей. И, может быть, снимем даже третью серию «Любовь и тайны в часовом». Три. С вами была Оксана Пушкина. Программа «Я подаю на развод». До встречи. С любимыми не расставайтесь. Рахим и Светлана Рузматовы прожили в браке 20 лет. Несколько лет назад мужа Светланы будто подменили. Он стал пить и избивать детей. Вот так вот он взят и по голове как дать. Он говорит, я завалю вас всех, говорит. И вон там закопаю, говорит, вас никто не будет искать, говорит. И вы никому не нужны, говорит. Развод стал бы для Светланы спасением. Но она боится, что муж будет мстить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова